Вечерний Сочи для Макс Балтал.ру На курорте продолжаются мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Так в Адлере прошла благотворительная акция «Полёт добра и детства». Её организатором и инициатором стало городское отделение молодой гвардии «Единой России». В рамках праздника состоялся концерт известного барда автора детских песен Григория Гладкова. Детство – это песни, смех и радость. Вернуться в него хотя бы на время, в День защиты детей, были не прочь и взрослые. На площади перед районным Домом культуры все дружно участвовали в конкурсах, розыгрышах и лакомились сладостями. Главный гость праздника – Григорий Гладков, чьё имя вошло в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество детских песен, и вовсе признался, что в нём живёт большой ребёнок. Очень хочется, чтобы детство уходило из жизни, потому что детство – это ощущение счастья каждую секунду, каждый миг. И у взрослых это всё постепенно исчезает. И День защиты детей – это прежде всего, наверное, День защиты ребёнка в себе, чтобы не стать скучным, властным. Чтобы не стать скучным, можно помогать другим. Такое решение приняли активисты местного отделения Молодой гвардии «Единой России». И в рамках праздника провели благотворительную акцию «Полёт добра и детства». Гостям предложили пожертвовать средства на лечение больного ребёнка. В этот раз помочь решили героине программы Андрея Малахова, историю которой на днях узнала вся страна. Мы увидели девочку Олесю Шарапову, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии, в станице Упорной. И мать её живёт в Адлерском районе и, к сожалению, остаётся безучастной в решении её проблемы. И мы хотим нести свой какой-то посильный вклад в становление, в выздоровление этой девочки. Мы молимся за неё. Волонтёры Молодой гвардии «Единороссов» в течение всего мероприятия собирали средства, чтобы переправить их на расчётный счёт отца Олеси в Москву. Если вот сейчас мы соберём нужную сумму, хотя бы кто-то хоть что-то пожертвует, то, конечно, хоть какой-то шанс девочке спасти жизнь. Многие люди жертвуют. Каждый, кто имеет своего ребёнка, конечно, хочет помочь и бедной девочке. Чтобы девочка выздоровела, такое желание загадали юные участники праздника, дотронувшись до волшебного самолёта. Чтобы оно сбылось, его отпустили в небо. Раз, два, три! Самолётчик добром и счастьем! Дня полетит! Всполняй наше желание! Ура! Такие праздники уже стали доброй традицией. Под патронатом местного отделения молодогвардейцев Сегодня находятся 30 адлерских семей. Шефскую работу они выполняют в течение года. А в День защиты детей собираются, чтобы вместе отметить праздник. Так в этот раз весело было не только на площади, но и внутри Дома культуры. В фойе расположилась выставка детских работ, а в зрительном зале прошёл концерт. На нём, конечно же, выступил и Григорий Гладков, который для этого даже перепел куплет одной из своих известных детских песен. Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый книги, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется адлер. Лилия Стефанова, Никита Сусло, Вечерний Сочи.